Дело в том, что когда мы выполняем данное упражнение, пальцем тяжело держать вес. Поэтому есть своя хитрость. Мы используем лямки при работе с... Вот обойтите внимание, что я здесь использую. Я вкладываю лямкой просто в сторону. И получается, что мне держать вес становится намного легче. Нить отбудьте любезно, подкиньте лямку лямки. Позалучим. Все. Идеально. Так, встал. Руки вперед. Чуть-чуть согнутые руки, чтобы я пересчитал. И пошел. Существует совершенно ошибочное мнение, что если вы занимаетесь бодибилдингом, то пользоваться лямками – это признак малодушия. Хотя у меня достаточно сильные предплечья, я не считаю необходимым и целесообразным отвлекаться на то, чтобы держать снаряд или держаться за ручки тренажера и чувствовать боли и дискомфорт в предплечьях. Я считаю, что нужно, чтобы достичь свои цели, нужно сконцентрироваться на главном. Например, если вы занимаетесь по методике Юрия Спасококольского, то, то есть по моей методике, то у вас уже через пару месяцев настолько вырастет сила в разводках и в сгибаниях рук с гантелями, что с лямками он будет работать намного удобнее. Вы сможете добиться гораздо большего прогресса. Посмотрите, пожалуйста, что я делаю. Я беру гантели. Предположим, они такие тяжелые, что без лямок они у меня просто вываливаются из рук. И с той техникой, что я вам рассказывал, привязываю с гантелем. Снимаем мою руку раз, оборачиваем гантель, прокручиваем ее, придерживаем пальчиками, прихватываем, прокручиваем, одну руку закрутили. Теперь то же самое с другой рукой. Раз, раз и закрутили. Вот я сам себя без помощи привязал к гантелям и могу делать упражку. При работе над бицепсами и дельтами тоже можно и нужно применять лямки. Но, конечно, если вы используете гантели, уже тяжелее 20 килограмм. Еще один очень интересный секрет. Чтобы накачать большие плечи, вам нужно делать регулярно упражнения для мышечного корсета спины. То есть это может быть становая тяга, это может быть гиперэкстензия с дополнительным весом. И обязательно нужно приседать со штангой или делать сжим ногами. Надо иметь сильные ноги и сильную спину. Потому что, чтобы накачать потрясающие плечи, вам нужно будет мощно работать с тяжелыми гантелями. Вам нужно будет брать их. Вам нужно будет правильно ставить их на место. И вы можете просто-напросто получить травму с непрокаченной спиной, со слабой поясницей. Если вы еще с неправильной техникой возьмете гантели, чтобы выполнять мощные махи с большим весом, то будет травма спины и весь тренинг дельт в супер мощном взрывном читинговом стиле закончится. Вы спросите, зачем ноги? Зачем мне вообще ноги? Я не буду качать ноги. Это ужасно. Я одену штаны, все будут видеть мои классные плечи, и длинные шорты на пляже спасут меня от позора. Ничего не получится. Хотите накачать плечи, нужны сильные ноги, сильная спина, придется приседать и делать упражнения для развития мышечного корсета. Кстати, пока вы не накачаете мышечный корсет, никакие упражнения стоя ни с щитингом, ни просто со свободными весами делать вообще не рекомендуется из соображений безопасности. Итак, вам нужно научиться делать такие упражнения, как гиперэкстензия, гиперэкстензия с весом, наклоны, мертвую тягу, наклоны со штангой «Доброе утро». Становый тягу. Субтитры сделал DimaTorzok «Последним упражнением на тренировке мы всегда прорабатываем поясницу. Если в начале тренировки, то потом мы рискуем получить травму. Поэтому поясницу мы качаем тогда в самом конце, в последнем упражнении. Тут выполняется очень большое количество повторений, по 30, по 40, даже по 50 раз. Мы берем в дотелю, это более сложный вариант. Это более простой. А мы круг прикачиваем, глубокий наклон и выпрямляем заметно конца. Наша задача – почувствовать закачку мышц спины. Если мы посмотрим сбоку, чтобы понять внешнее упражнение, будет выглядеть так. И мы чувствуем, как у нас закачалась плесница, то есть длинная мышца спины. Вы приметили позвоночник. И только потом вы можете, выполнив комплекс упражнений для спины, в течение нескольких месяцев, начать по-настоящему тренировать свои плечи. А теперь мы заснимем очень важный такой момент, как правильный подход и отход к гантелям, чтобы мы не травмировали свою спину. Теперь работе с тяжелыми гантелями. Есть два варианта подхода и отхода к гантелям при выполнении тяжелых разводок. Даже если уже у вас спина закачана и вам можно поднимать большие веса. Первый вариант – надели пояс. Подошли к стойке с гантелями. Свели лопатки, ноги согнули, таз отверли назад с напряженной спиной. Небольшой наклончик. Взяли одну гантель. Уперлись в нее и, упираясь в эту гантель, взяли вторую тяжелую гантель на весу. Держим. После чего с ровной спиной, по принципу становой тяги, взяли вторую гантель и вышли в стартовую позицию. Сделали точно так же. Подошли к стойке, поставили гантель, упираясь в нее, снимая нагрузку с поясницы, вернули на место другую и вышли в стартовое положение. Отдели пояс, подошли к стойке, упираясь в голову. Сделали проходочку, ставили гантель, поставили. Подход-отход. Другой вариант. Конечно, его минус в том, что можно попортить скамейку, покрытие скамейки. Но я думаю, что позвоночник важнее. Поэтому, в крайнем случае, положите сверху на скамейку какой-нибудь коврик, чтобы руководство в зале не ругалось с вами. И ставим на скамейку две гантели. По очереди поставили. Подходим к гантелям. Сводим лопатки. Присели таз от или назад. По принципу становой тяги с идеально подготовленной ровной спиной взяли гантели. Сделали разводку. И точно так же подошли к лавочке. И, сведя лопатки, вернули вес на место. Возникает вопрос, зачем такие предосторожности при каких-то там разводках. Дело в том, что, когда вы гантели берете по очереди или подготавливаете вес, ставите его на возвышение, нагрузка на вас в два раза меньше на позвоночник, чем когда вы с пола пытаетесь поднять и вывести в вторую положение две гантели по 40 кг. Часто люди получают травму и никогда не работают с тяжелыми весами, а в момент взятия снаряда с пола или возвращения его на место. То есть нужно уделять внимание идеальной осанке именно при взятии и постановке гантелей на место. И нужно запомнить подход и отход к снаряду, довести его до автоматизма. Но все равно, вы знаете, не верят многие люди. Ну как можно отказаться от жимов, если все всегда тренировали плечи с жимами? Да они просто не знали. Они просто это делали так, как это делают все. А я попробовал делать это именно так, чтобы росли плечи. Я обнаружил, что есть путь к строительству классный. Дельт намного более эффективный и короткий. Попробуйте. Уже через три месяца вы больше накачаете себе плечи, чем за несколько лет тренировок в традиционном стиле. Вы скажете, сколько можно издеваться над чайниками, которые не разбираются в тонких процессах тренинга. Ведь можно уже обращаться к той аудитории, которая верит, понимает и хочет научиться. Но на самом деле, мне просто действительно хочется. Вот если вы сомневаетесь, просто придите, попробуйте заниматься по этой методике, и вы увидите, что действительно ваши плечи стали расти намного лучше, и у вас прекратились боли, которые были при неправильных тренировках. Иногда стоит просто на несколько месяцев этих экспериментов бросить привычную программу, чтобы обнаружить, что ты много лет занимался совершенно не тем, что тебе нужно. И у вас обязательно накачаются такие плечи, как вы этого хотите, как вы об этом мечтаете. Занимайтесь по моей методике, и ваши плечи обязательно быстро вырастут и станут просто превосходными. Я желаю вам успеха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Вот теперь я чувствую свои демпы нереально просто. Хорошо поставлю. Поставил, как будто бы не 28 килограмм, а я так 30 килограмм. Давай. Чувствую. Я не пользуюсь поставить. Выше! 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 Я бы нам помогал Вите, у меня так забились плечи. У меня тоже кстати. Что с гантелями они так не могут забиться просто. Я чувствую, как будто разбутость. Естественно. Отчуда вывод. При страховке тоже можно нагречать плечи. Да. Вот хотите нагречать плечи, с какой теми? Либо Юру. Либо Юру. Одной из двух. Да. А мы с друзьями делаем жимлёжа с полной амплитудой. Вот так вот постоянно. С касанием грифа груди. А мы с друзьями делаем жимлёжа с полной амплитудой. Вот так вот всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok